Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Вот что сегодня сказал интересного Зеленский. Он сказал следующую вещь. Сейчас я буду переводить сразу. У нас есть четкая информация, что Россия проговаривала с Западом залучение, это привлечение северокорейских войск для войны с Украиной. Я лично почему-то не удивлен. И то есть, понятное дело, для чего расисты это делали. Чтобы это не было какой-то, знаете, неожиданностью для дорогих партнеров, это раз. А второе, это то, чтобы посмотреть на реакцию партнеров, наших партнеров. Ну и своих, понятное дело, да? Судя по всему, я не знаю, конечно, но судя по всему, реакция партнеров была нулевая. Реакция была в виде очень глубокой озабоченности, приходящей, я не знаю, там, в диарею, может быть, еще во что-нибудь. И расисты поняли, собственно говоря, что им ничего совершенно не горзит. Озабоченцы будут дальше жрать сосиски с пивасом и высказывать глубокую озабоченность, переходящую в очень глубокую. Поэтому они и привлекли войска Северной Кореи. Надо сказать, что ничего нового, ничего трагического в этом, конечно, нет. Потому что я абсолютно уверен, это мои личные догадки, но я лично абсолютно уверен в том, что расисты проговаривали с Западом и нападение на Украину в 22-м году, в феврале месяце. Абсолютно уверен, что они выложили желание, что они хотят поменять правительство в Киеве, что они хотят поставить, я не знаю, кого они хотели поставить, президентом, кого премьером, Мураева, Медведчука и так далее. Вот, поменять здесь власть и сделать Украину своим сателлитом. И опять-таки они смотрели на то, как Запад на это будет реагировать. Реакция была точно такой же, как сегодня на привлечение северокорейских войск на войну с Украиной. Никакая, то есть реакция была никакая. Запад смирился с тем, что Россия забирает Украину. Я говорю сейчас о 24-м февраля 22-го года. И Запад сидел, и, кажется, дожевывая сосиску, которая у нее текла по морде, вот здесь вот, жир тек по морде. Наблюдали, как Россия разбирает Украину на куски. Но потом у партнеров, в данном случае под партнерами, я имею ввиду Запад и Россию, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. То есть вы помните, какое нам тогда дали оружие? Нам давали оружие, честно говоря. Дали джевелины. Ну, партизанское оружие. Да, они ожидали, чего ожидал Запад, что не будет скоординированного, зацентрализованного сопротивления ВСУ со стороны ВСУ вооруженных сил Российской Федерации. Будет очаговое сопротивление, то там, то сям. И будет, естественно, партизанское сопротивление. Для него, для партизанской войны, нам передали тогда изрядное количество джавелинов и лавов. Все, больше ничего. Если я так ошибаюсь, ну, скажите, может, еще что-то передавали. Потом еще немцы дали, уже когда поняли, что Киев не падет. Да, немцы дали тогда панцерфауст. Еще, помню, была такая история. Панцерфауст, это тоже, ну, тоже гранатометный. Тоже, собственно говоря, более такое партизанское оружие. Ну, хорошее, хорошее. Я не спорю. Джавелин прекрасное оружие. Лав прекрасное. Панцерфауст тоже самое. Да, я не спорю с этим. Вот. Но речь, в принципе-то, идет о другом. Что каждый раз, перед тем, что ли, как что-то сделать, по всей видимости, расисты советовали. А не по всей видимости, точно. Потому что Макрон 30 раз разговаривал с Путиным, да? Ездил же, помните, туда. И директор ЦРУ туда, как на СР, ездил. Вот. И они знали прекрасно, что хочет Путин. Они знали прекрасно, что он хочет Киев. Все. Вот весь разговор. И, знаете, у него бы получилось. У Путина бы 100% получилось. И Запад 100% ожидал, что получится. Почему? Потому что расчет шел, исходя из всех наших президентов. То есть, начиная от Кровчука, заканчивая Порошенко. Все подряд. Они бы все сдались. Почему? Они системные. Они политики. Они, как вам сказать, непредсказуемы. То есть, конечно, они бы покочевряжились. Может быть, 2-3 дня для порядка. Они бы что-то там делали. Но в результате, как говорится, втекли бы в Канаду и спевали там из-за Окано тушлые песни. Вот и все. Чем бы это все закончилось. Но на их несчастье там оказался Зеленский. Который вообще не формат. И который вообще не относится к политике никак. Вообще не политика. А, собственно говоря, Зеленский такой же пацан из Подворотника, как и Путин. Если так уж совсем уж говорить. Я не знаю, правда, Путин ли это. Тут второй вопрос. И поступает нестандартно. Поступил нестандартно. Они все ожидали, что он удерет. А он здесь сидел, значит, в офисе президента и командовал обороной. Ну, командовал обороной Сирский, конечно, а не Зеленский. Я имею ввиду обороной Киева. Но не суть важна. Покуда Зеленский как лицо, как первое лицо государства здесь находился. Все знали, а, все, тыл с тылом, все нормально. И вот эта вот вся конструкция, построенная нашими западными партнерами и Россией. То есть, когда Украина там 3-5 дней, может, неделю, ну, 2 недели подергается и упадет. Она просто рухнула. Рухнула, потому что они неправильно оценили, во-первых, возможности вооруженных сил Украины. А, во-вторых, Зеленский не убежал, как убежали бы все остальные. Вот, собственно говоря, и все. Вот, поэтому это все рухнуло тогда. А сейчас мне ничего не удивляет. Опять-таки, подлинная такая, знаете, позиция западных стран. Кстати, отсюда, опять-таки, из этой подлинной позиции, смотрите, опять-таки, вытекает, какое нам оружие дают. Нам дают ровно столько оружия, чтобы мы не проиграли. Вы же видите как, да? Но, не на один ствол больше, чтобы мы выиграли. Они страшно боятся, что Россия развалится. Они страшно, самый страшный сон, я так понимаю, для Запада, это проигрыш России в этой войне. Поэтому они помогают Украине, но при этом очень-очень наблюдают, чтобы, не дай бог, с Путиным ничего не случилось. Чтобы, не дай бог, с Кремлем ничего не случилось. Чтобы там все было в порядке, чтобы все у них было на мази. Ну, как-то так. Это подло, это подло, да, это подло. Запад вообще подлый, я и не спорю, да, это правда. Вот, но с другой стороны, ну, так вся мировая политика такая, она подлая, вещь подлая. Вещь бесчестная и мерзопакостная, да. И тут говорит, что вот, или мы чем-то лучше. Да, мы тоже, знаете, в свое время были такими же. Сильно мы Грузии помогали, когда на нее Москва напала? Нет. Сильно мы там вмешивались, ну, немного вмешивались, конечно. Ну, не так-то, чтобы уж сильно, когда там хуту резали Туци в Луанде. Или когда вот сербы резали хорватовый мусульман в Боснии и Герцеговине. Ну, вы помните, да. Поэтому мы тоже, не надо всех вокруг себя обвинять. Ну, а мы такие, рыцели на белом хане. Просто, это реальная политика такая, как она есть. Всем на всех наплевать. Вот. Они, а в ответ тоже плевки летят. Вы же поймите правильно, что тот же Зеленский, он сейчас все мотает на усы. Какой-то придет момент, увидите. А ну, же не бывает все, что только у нас плохо, а у них хорошо. Ведь жизнь, она пятнистая. Поверьте мне, бац, и уже там плохо, а здесь лучше. Ну, вот тогда мы им тоже будем помогать приблизительно в том же ключе, в котором они нам сегодня помогают. Глубокой озабоченностью и тремя с половиной гранатометами. Даже, может быть, когда-нибудь рогатку подарим. Да, такого вот действия дальнего боя. Да, но не разрешим стрелять по Китаю. Потому что, потому что вот нельзя. Да, да, да. То рогатку можно будет использовать только ближнего, ближнего радиуса действия. Ну, это я что-то уже заговорился. А пока что, ну да. Вот видите, Путин, собственно говоря, использует подлость и нерешительность Запада по полной программе. Ничего нового, ничего удивительного в этом, как говорится, нет. Запад всегда был таким. Вот, это кому интересно. Ну, кому это, правда, должно быть напряжно немножко. Еще раз говорю, Эстония, Латвия, Литва. Ребята, у вас такие союзники, как из меня китайская балерина. Спасибо.